Регби 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 Будут временно перестроиться и на втором этапе покажем другой результат. В прошлом году в Казани был один из попыток и во Франции. Немножко тоже свои впечатления, итоги этапа во Франции. На чемпионате Европы всегда тяжело настроить команду и настроиться самой на полуфинальную и финальную игру, потому что в групповом этапе и четвертьфинале мы всегда выигрывались командой на ноль. Я думаю, что немножко настроения хватило. Плюс играли во Франции, помогали трибуны. А так, в принципе, игрой довольна. Мы сражались до последнего, но немножко не получилось. Будет еще один этап. Я думаю, что мы вернем им должок и выиграем не 7 очков, как они у нас, а поболее. Аня, тебе вопрос. Действительно, сейчас сборная России и Франции именно в европейском турнире ставят на голову выше остальных и другие команды чуть-чуть ниже находятся? Или есть коллективы, которые, в принципе, подбираются к нашей сборной и сборной Франции? Ну, может быть, там немножко подбираются. Сборная Ирландия, да, можно увидеть. Но все равно основные соперники, вот тут две команды, два лидера Франции и России. Остальные, конечно, значительно остаются. Два года назад, если мне память не изменяет, мы также проигрывали после первого этапа в сборной Франции. Тогда мы, по-моему, проиграли 10 очков. И более того, второй этап мы играли на выезде. Но это отставание отыграли и в итоге стали чемпионами Европы. Сейчас отставание 7 очков, я имею в виду разницу в том матче, где мы проиграли. И играть будем у себя дома в Казани, насколько все это реально отыграть. И способны ли сборной России еще раз проделать то же самое, что было в 2016 году. Ну, как ты сказал, что все это реально, да, будет в зависимости от настроенного, да, и, может быть, где-то удача, и от того, кто, так скажем, тех людей, которые сейчас будут Кубок Мира на нас, да, которые будут проходить в Санбранш. Девочки будут себе здоровы и в строю. Если живы-здоровы, я думаю, это проблемы не должно быть. Ну, вот про живы-здоровы Елена Сдрох уже точно не сыграет. Насколько серьезная эта потеря. Понятно, что это ключевой игрок, один из ведущих наравне с несколькими, да, другими девочками с Аленой, с Байзат. Как вообще проблему с Дроковой решить? И возможно ли ее решить вот на ближайшем турнире? Мы пробуем, и на чемпионате Европы мы пробовали девочку Дайвер. Проблема с крайним игроком возникает сейчас на данный момент. Это единственная позиция, где нас сейчас толком определиться не можем. Будет сбор перед Кубком Мира, где нужно определиться и найти того человека, какой-то, то есть нужно достойно представлять команду на данной форме. Вопрос от наших зрителей, вам, девушки Ани и Алене. Один и тот же вопрос. В какой физической и психологической форме сейчас команда находится? Как вы себя чувствуете? Все-таки играете с начала года, с декабря уже. Много на сборах провели, мировая серия, сейчас этап Европы был. Как вот и физически, и психологически себя ощущаете? Ну, честно, усталость, конечно, уже накопилась, как и физическая, так и моральная. Ну, многие за год получили там шишки, которые пытаемся во время перерывов залечить. Ну, Кубок Мира бывает раз в 4 года, поэтому я думаю, что каждый понимает, что нужно выступать достойно. Тем более, ну, две команды, которые у нас, ну, первые две игры в первый день, они нам по зубам, мы сможем посражаться, а если выиграем две игры, то, получается, попадаем в четверку. Ну, я думаю, что сбор сейчас в Сан-Франциско пройдет спокойно, все останутся живы-здоровы, там посражаемся. Аня, твоя точка зрения, в каком состоянии, психологическом, физическом? Ну, я тут согласно с Аленой, потому что, да, в принципе, уже немножко, да, кто-то получил травмы, но я думаю, все равно все выйдут, отыграют. Тем более, что огромная мотивация стоит Кубок Мира, да, это очень важные соревнования, все максимально замотивированы. Продолжает вопрос от наших зрителей, приходите, вот такой интересный, с кем из других сборных у команды России самые добрые и теплые отношения, имеются в виду и сборных других стран? Есть такие команды, с кем ближе всего? Не помнится очень, ну, вообще, наверное, возьмем и Мира, и Европа, я помню очень хороших, сильно вас и классно поддерживаем сборной Польши на одном из этапов. Ну, в этом году так же повторилось, мы когда вышли играть в финальную или полуфинальную, ну, как в полуфинальную, мы вышли играть, и услышали «Калинку-малинку», сначала не понял, но кто-то включил, потом мы уже услышали, что девочки там тиммейкеры включали, ну, в общем, они продолжают, как бы, прошло год, мы за них болели, они за нас. Ну, в принципе, они там, думаю, некоторые говорят по-русски, поэтому, наверное, с ними как-то так сдружились. Главная причина, наверное, в этом, да, чтобы понимать хорошо. Нет, на самом деле, мы раньше с испанками, как бы, там, они все ходили, пытались русские слова выучить, там, подружки-неподружки, но после Дублина эти подружки стали неподружками. Долго отходили вообще? Я просто объясню нашим зрителям это поражение, которое не позволило сыграть на Олимпийских играх 16-го года от Испании. Тяжело тогда было? Ну, я не играла, но смотреть было очень тяжело. Андрей Вячеславович, к Вам вопрос. Как оценить вот с того времени, что Вы работаете главным тренером, какие-то изменения в команде в хорошую сторону, возможно? Вот два года, да, правильно я понимаю, будет в сентябре. И как для тренера, для Вас что это время дало вообще? Прошли Европу уже два раза и мировую серию, второй турнир уже. Какие вот впечатления? И что, может быть, самое сложное было на первых порах? Ну, на первых порах было очень тяжело, чтобы девочки стали доверять тренеру, да, чтобы дальнейшую мотивировать их на победу. А так, в целом, по тактическим, сейчас в мировой рыбе растет, да, и какие-то новые уявления, и в тактических схемах, и это. Старайтесь придерживаться и выполнять ту работу, которая сейчас приносит результаты этой рыбы. Ну так, самое главное, девочек мотивировать, чтобы они были с хорошим настроением, будет у девочек хорошее настроение, соответственно, будет хорошо играть. Ну и продолжение, вопрос тоже от болельщиков, по поводу резерва, да, тоже вопрос очень важный, он, наверное, касается и мужскую, и женскую сборную. Но есть ли на подходе девочки те люди, которые в ближайший, там, если не год, но два-три, могут действительно усилить нашу команду и не выходить, подменять там на пару минут, да, а действительно стать ключевым игроком основного состава? Вообще, потенциально хотя бы есть такие игроки? Сейчас остро выстроить этот вопрос очень мало тех людей, которые, может, в ближайшее время, по крайней мере, там, год-два, надо работать над этим, да, надо искать людей. Большинство девочек, как все знают, что приходится других видов спорта, надо, если получается, через детскую спортивную школу, в нашей команде сейчас, на данный момент у нас, по-моему, Дарья Ушин, единственная, кто прошла детскую спортивную школу, а остальные девочки приходили, там, 18-19 лет. В ближайшее время, фамилию не хочу назвать, есть там один-два претендента, есть девочки из юниорской сборной, которые проявили себя неплохо на чемпионате Европы Ю-18. Нас надо привлекать более одаренных девушек, которые смогут в дальнейшем играть. Немножко от темы спорта отойдем, два вопроса, кто в раздевалке отвечает за музыку, кто диджеем является, это первый вопрос. И кто, душа команды, ну и в раздевалке, на поле, самый, что называется, такой, как, не знаю, веселый человек, есть такие люди в команде? Ну, мы все друг друга веселим. По поводу музыки кто? Ну, блин, наверное, в основном я включаю. А что слушает сборная «России женского радио»? Ну, все подряд, есть несколько плейлистов, есть перед игрой, есть после игры, либо до тренировки, после тренировки. Между, ну, иногда включаем старые песни, чтобы попели, там, кто любит у нас. Ну, и Аня Малакина нас любила, там, такие, прям, старые-старые песни включать, которых мы даже не знали. А голос есть у кого-то из девочек, кто может, так, взять микрофон в каравоке, там, пойти петь? О, Доша вошла, да? Да, ну и Маша тоже. А, да, Маша Перестерк может тренировки читать. Да, они, ну, конечно, могут, но они от руки делают. Без этих вопросов обойтись нельзя было, она не поступает, конечно, от мужской половины наших болельщиков. В частности, Ань, тебе вопрос, есть ли у тебя молодой человек, есть ли не секрет? Спрашивают болельщик, рогбийный болельщик из Москвы по имени Сергей, фамилию не знаю. Нет, мое сердце открыто. Сергей, сердце Анны Гавриленко открыто, дерзайте. И, опять же, Аня, вопрос, не знаю уж от Сергея или нет, но, тем не менее. Расскажи, как реагируют люди противоположного пола, когда узнают, что ты являешься профессиональным рогбистом? Ну, конечно же, первая реакция – это удивление. Потом идет куча вопросов, почему, зачем и так далее. Ну, а так, в принципе, разная реакция. Либо уважительная, то есть, там, расстрыгаются, вау, терапистка, там, сильная и так далее. Ну, а некоторые просто так негодуют, скажем так. Аня, вопрос тебе тоже от болельщиков. Тоже восхищаются твоей мамы, которая стихи пишет. Уже с тобой на эту тему разговаривали. Как у нее сейчас вдохновения к Кубку мира? Нет нового, там, наплыв, может, эмоции. Как она готова писать, чем-то порадовать? Потому что болельщики уже следят, читают комментарии и знают, что она очень хорошо это делает. А, постов больше выкладываете, разные хамамы. А бывает такое, что она тебе присылает просто, то есть, не в интернете выкладывает, а лично тебе присылает какие-то свои… Конечно. Иногда, когда у нее там одна строчка не получается, она мне говорит, помоги мне, мне вот как правильно надо написать. Ну, она много уже не знает, как там в игре правильно называются. У меня ей там иногда термины подкидывает. Это половина стихов стоит, наверное. Поэтому, я думаю, сейчас ближе к Кубку мира там интернет будет взорвен. Андрей Иванович, снова вернемся к Регби-7, к спорту. Кубки мира, вы были участником Кубки мира по Регби-7. Какие воспоминания остались вообще от тех турниров и чем тогда вы были восхищены, скажем так, когда как игрок выступали? Ну, сама атмосфера, с тех годами, достаточно давно, там, в 2001 году в Аргентину, где мы достаточно успешно сыграем, мы заняли 9 место. Ну, сама атмосфера просто вот эта праздника, да. Девочки уже гораздо легче, потому что они участники мировой серии, да. Вот эта атмосфера, мы должны на них влиять как бы, да. Мы должны абстрагироваться и показывать свою… В то время это для нас был такой фурор, что мы попали при таком количестве зрителей, надо было еще и выступать. Такие теплые, самые воспоминания, тем более, сыграли очень хорошо. Угу. Еще один вопрос. Не знаю, кто его задал, не подписался человек, самый любимый комментатор. Я не знаю, видимо, футбольные, регбины, все вместе есть такие. Есть такие люди? Комментаторы. Комментаторы есть? Кто? Губернив, да? Ну, то есть, ладно. Губернив заводит, да? Анна Гаврилюк заводит Дмитрий Губернив, теперь мы знаем. Алена, тебя кто заводит? Не знаю. Ну, мне Губернив раньше тоже нравился, а вот последние посты про футбол, как-то я от него отписалась в инстаграме. А что он там все? Кстати, в продолжение социальных сетей, какую часть жизни они занимают у вас? Аня, у тебя? Ага. Важную часть вообще? Что это для вас? Ну, блин, очень много, долго и вообще постоянно, так скажем, на сборах, поэтому часто, часто. Если честно, даже потом домой приезжаем, и как бы ручки сразу к телефону тянутся, там новости все просмотреть, комментарии, комментарии. Век технологий, все поменилось, все сейчас так, что без телефона, без новостей тут никак не будет. А, и у тебя так же? Ну, да, в основном это инстаграм, просто уже даже в привычку ходят, заходишь и ставишь ленту, иногда даже не смотря фотографии, честно. Подключаясь к нам, любительские клубы спрашивают, следите вообще за турнирами среди любителей, я понимаю, мужчины, мужские турниры, женские, есть какие-то любимые команды или команды, за которыми следите более пристально? Ну, иногда, да, получается так, что смотрим любительские матчи, я, наверное, отмечу команду Трудовой резервы из Кирова, потому что ее тренировалась моя подруга, Кристина какой-то, вот, слежу за этой успехами. Ну, я отмечу Сибирь свою, Новосибирскую, которая уже играет там в какой-то лиге, не совсем последней, вот, а я отмечу их потому, что они всегда пишут комментарии мне, там, удачи желают перед играми, к сожалению, так ни разу я не посетила их ни один матч, хотя они играли в Красноярске, и тогда я была там, не получилось. Я думаю, что если у них будет хороший тренер, то у них там все получится. Ну, и в Сибирске еще команда тоже есть. Кристалл. В Сибирском Кристалл, они, кстати, лучшие. Они высшили чемпионами России в Семерке, да? Насколько вообще важна поддержка людей, я имею в виду те, которые пишут в социальных сетях, желают удачи, и как это вдохновляет вообще вас, когда перед выходом на поле, перед турнирами, это важно вообще для игроков сборной России? Ну, приятно знать, что за тебя кто-то переживает, болеет и вообще смотрят в принципе, потому что очень часто все жалуются, девочки, почему вас не показывают, там, футбол какой-нибудь, последнюю лигу чемпионата России показывают, и по Матч ТВ везде наши игры по ссылкам, и то, как бы, вот, европейские, там, нужно скачивать приложение VPN, и все спрашивают, да как, да почему, почему нельзя посмотреть. Ну, и, соответственно, мы привыкли к тому, что у нас очень мало, так скажем, болельщиков по сравнению с другими видами спорта, и когда люди там разные, там, непонятно дело, что родственники пишут, а когда читаешь от чужих людей, ну, приятно, когда поддерживают команду. Да, причем мы иногда читаем вместе комментарии, там, под каким-то постом, если скажут какие-то приятные слова напутственные, то мы читаем всеми девчонками, это на самом деле помогает. И вот тут, опять же, вопрос, он пришел уже сегодня в течение дня, это не вопрос, даже приглашение на тренировку, регбиный клуб Торпедов приглашает вас на тренировку, знаю, что ребята следят постоянно, есть некоторые, прямо, поклонники твои, Алены, твои, они вот приглашают, если время будет, вы готовы приехать, и показать именно вот АЗ и регби-7, потому что ребят, в общем, не хватает умения именно в эту разновидность регби. Ну, спасибо за приглашение, передаю всем привет, но времени, к сожалению, сейчас вообще нет, то есть мы, когда приезжаем там на 5-6-7 дней, уж точно не хочется чем-то еще заниматься, хочется заниматься своими делами, но когда будет время, я не против. Кстати, по поводу времени, понятно, что вы заняты, сборы, игры, турниры, а вот досуг, как книги читаете, если читаете, какие последние прочли, что запомнилось, вот есть что-то? Ну, у меня как-то полнамент, приходит вдохновение, могу одну книжку за два дня прочитать, могу три месяца одну и ту же читать, ну, последняя, три Рождества обоим, я читала роман. Мими-ми-ми, да? Да. Аня, у тебя какая-то, без спасения. Ну, книги тоже могу читать в дороге, но я часто за собой это читаю, поэтому, ну, так, я очень часто читаю, на самом деле, хотя люблю, но если попадется интересная книга, то да, она будет в книге. Ну, идем Андрею Вячеславовичу, спасибо. Андрей Вячеславович, сам, у меня сама-самой это, когда досуг провожу, это воспитание ребенка, когда я нахожусь, потому что тебе переезда, времени не хватает, к сожалению. Мне иногда, приезжая, сын уже вырос там на 10 сантиметров за три месяца, так что... Он уже свой-то с мячом, в руке нет, с регубейными? Ну, ну, сам выбрал другой вид спорта, на данный момент, он 6 лет, ну, сам выбрался, заниматься, достаточно успехи сейчас пошли, но в дальнейшем если пойдет, по-моему, на стопам, я не против. Да, что про книги выяснили, в кино, когда последний раз были, что смотрели, понравилось ли? Всем троим вопрос. Я в мультике, нет, выбора нет. Андрей Вячеславович ходит на мультики, его выяснили. Алена Михальцова ходит на мультики или у нее более серьезные фильмы? Да, серьезные. Точно не ужастики, честно, не помню, не помню. Хорошо, жанр какой в приоритете? Кино какой? Триллер, детектив, комедия? Скажи честно, я хожу в кино за компанией. Понятно, не важно, что показывать, да, Тома? Аня, у тебя? Ой, в кино я хожу только, когда мне скучно, либо тоже за компанией. Не помню, когда я была последний раз в кино, потому что если какие-то выпадают выходные в Москве, то я предпочитаю даже, может быть, театр, либо какой-нибудь другой, но я просто. Любимые отечественные актеры есть какие-то? У меня Леонов. Евгений Леонов, у Алены Михальцовой? Сергей Безруков, наверное, или Дагилл Козловский, нет? Ну, да, Безруков у меня Былков и... Возможно... А ты Вячеславович? Много. Не нравится. Мне нравится, ведь он в свое время был очень. Талант. Вицы, вицы. Вообще, не было желания в кино сниматься с актерами? Да? У меня слишком устеснительнее, чтобы в кино сниматься. Ну, ты взял, как на судке. Ну, артистизм не занимает игрокам сборной. Я периодически в этой попытке заносит, там, Бабкова танцует... Как там? Жесты из клипа... Бабкова Быстрова. Быстрова. Жесты из клипа... Как у нас... Бузовой, да? Были? Ну, это она... Потому что поспорила. Просто так бы она этого не стала делать. Алена Михальцева тоже показывает какое-то жестыое попытки заносит. Что он значит? Может он узнать? Или это слишком личное? Ну, это я привычки передаю. А, понятно. Ну, кому передают, те знают, правильно? Да, конечно. На своем молодом человеку. Вопрос, опять же, от болельщиков, от девушки. Насколько тяжело поражение переживается? Ну, на самом деле, смотря какое поражение. Поражение, когда ты вышел на поле и не сражался, и не получил удовольствие от игры, то это всегда очень горькое поражение. Прям, ну, и настроения нет. А когда ты проигрываешь, и при этом понимаешь, что просто соперник сильнее тебя на голову, но ты боролся до конца, там, пропустил минимум попыток, сделал пару классных захватов, то тогда поражение более приятное. Для меня чисто. Ну, да. Ну, и очень часто обидно, когда вот маленькие разрывы случаются. Ну, да, согласна. Два очка. Когда первый раз на поле выходили, был какой-то страх вообще? Что было самое страшное? И как через это переступили? Наверняка же было. Вообще первый раз. Вообще первый раз в реги вышли играть. Несется там игрок, там, килограмм восемь, да? Ну, я первый раз вышла на поле, я не знаю правила, поэтому... Ну, для меня было все ровно. Я бегала просто мне сказать, берешь мяч и бежишь, это твоя главная задача. Ну, и все. Ну, ты первый матч попытку занесла, нет? Даже не одну. Была, наверное, скорее какая-то раздельность и непонимание, что происходит, но страх. Владимир Владимирович, снова к вам вернемся. Кубок мира не только по регби семь в ближайшее время, через год Кубок мира по регби 15. Сборная России один раз участвовала, вы были участником Кубка мира. Воспоминания немножко. Все-таки это такой же большой турнир, это огромное событие, попадание туда, конечно, огромное количество плюсов дает каждая из стран участниц. Что вы вспоминаете, возвращаясь в 2011 год в Новой Зеландию и этот вот дебютный Кубок мира для национальной команды? Ну, такая же атмосфера праздника. Тем более, проходил чемпионат Кубок мира в Новой Зеландии, это спорт номер один в этой стране, да, и вся эта атмосфера, которая была на этом празднике, осталась, останется душевной на всю жизнь. В целом, мне понравилось со стоповыми клубами, да, не каждый спортсмен может сыграть со стоповыми командами, например, сборной Новой Зеландии. Когда выходят люди, которые ты смотрел когда-то по телевизору, и ты уходишь против них в играх. Такое волнение и азар появляется, что хочется показать себя и показать, что в России тоже есть районы. Тогда сборная России первый матч играл против США. Это был главный матч турнира в том плане, что действительно могли выиграть. Говорили ребята, что некоторые в раздеваке тогда плакали. Действительно, такое было, насколько было обидно тогда проиграть. Единственное, мы сами понимали, что единственный матч, на котором мы можем показать достойность играть, выиграть этот матч, это у нас отборник в Америке. Да, действительно, было обидное поражение. В разнице, по-моему, пять очков мы проиграли. Действительно, было до самого, так сказать. Ален, вопрос, который я не могу не задать. И болельщики спрашивают, просто меня потом проклянуто себе не спрошу, как дела с рукой? Увидели, они увидели не потому, что там... Просто сними напряжение той половины человечества, которое находится в России, по большей части мужского населения, которое переживает. Да, все будет хорошо. Небольшой ушиб. Мы решили зафиксировать руку, чтобы она была полностью без движения. Потому что, ну, повреждение небольшое получила, конечно. Но я думаю, что до Кубка мира все пройдет. Будет все хорошо. Так, у нас еще остались вопросы. А, тоже, в принципе, интересный вопрос. Какие еще виды спорта, кроме регби, интересные? Есть такие виды спорта, которые вот садитесь перед телевизором, и, грубо говоря, два часа не отходите от него? Что-то привлекает еще или такого нет? Мне хоккей нравится смотреть. Российский национальный хоккейный лиг, все равно? Нет, ну, как-то Россия играет, конечно. Сборная Россия играет. Аня, у тебя есть какие-то предприятия? Тоже смотрю хоккей, но и биатлан. Да, да. С губернием. Естественно. Андрей, что все командные виды спорта, в принципе, и баскетбол, и футбол, и хоккей. Андрей Путин футбол хорошо играет? Ну, не знаю. А тренировка, вроде, забивала. А хоккей? Наконец-то хоккей не. Единственное, что я давно не стоял в кольках. Благодаря моему сыну в этом году, прошествии 15 лет вышел в кольках, и, в принципе, получилось через 3 минуты встать в кольках. Ну, это уже не мало, да? Да. Еще вопрос, как в школе учились? Со всем троим. Ой, ну, мама у меня получила гордиться. Сейчас похвастаемся. Я вообще почти отличница была. Ну, хорошо училась. Почти ты с одной четверкой или с двумя? Ну, да, там несколько штучек. Ну, по математике, по-русскому, у меня пятерка. Это главное. Да, это главное. Но остальное можем закрыть глаза. Да. Ну, вообще, там, хорошо у меня всегда оценки были, и мама первые два года не понимала, почему я ушла учиться в спортивный колледж, вот, но потом все-таки поняла. Аня, у тебя так же все было с черной? Да, я была птичницей, кроме того, до одиннадцатого класса получается. А там в одиннадцатом классе уже немножко, да, тяжелее было. Две четверки были. Вопрос опять же, не знаю почему, но от мужской половины любимый цвет девушек. Аня, твой и твой? Мой, как бы, наверное, всем. Всем понятен, какой у нее любимый цвет. Розовый. Аня. Глубой. Глубой. Понятно. Ну, и тоже, опять же, про личную жизнь. Очень интересно. Пока возможность есть, спрашиваю, как тяжело совмещать личную жизнь и профессиональную карьеру. Я не знаю. Анна Гаврилов пока не знает. Я совмещаю в тебе. Поэтому, да. Аня, ты сейчас сказала, я думаю, сердце забилось в десять раз быстрее, когда ты сказал, что у тебя твое сердце свободно. Ален, получается совмещать? Все успевать? При желании, конечно, все успеваю. Андрей Александрович, а как ваша жена вообще реагирует, что у вас дома не бывает? Да. Вы мне еще вещи не выставлял? Еще нет? Да нет, вещи не нет. Наоборот, был период, я очень рано стал в сборную, попал в семнадцать лет, и поездки достаточно долгие были, да. И когда я с ним познакомился, там возраст 6 лет, я еще был действующим спортсменом. И такие переезды, ну, часто были, что я не посещал, дома редко бывал. Был период, когда я закончил карьеру игрока, и период, вот этот год, что я не выезжал в какие-то соревнования. Вот это был самый тяжелый период, кстати. Этот год, потому что не выезжаешь, сейчас стал выезжать, стал опять гораздо более всего. Уже привыкаешь к образу жизни, и она привыкла, и я привыкла. Потому что она же где-то на нас есть. Ужаловалась, кстати, что когда, говорит, он играл, то он дома был чаще, чем сейчас. А вот когда Андрей Кузин дома, что он может по дому сделать? Чем помочь? Я вообще все могу. Забить, прибить. Приготовить? А приготовить что может Андрей Кузин? Давно не готовил. Достаточно рано начал уже тянуть 18 лет. Тогда я хорошо готовил. Яшницы, пельмени? И мясо по-французски. Товарищ мог сварить. Сейчас он лениться, кстати. Ну, можно же в КамАЗе. Бывают же такие моменты, когда там выходной день, когда вы собираетесь там загородным. Девочки готовят большинство. Некоторые, к сожалению, не умеют готовить, не говорят по фамилину. А так, на самом деле, мы говорим, очень вкусные торты делают. Сейчас мужская половина еще раз пошатнулась, сердце забилось еще больше. Ален, надо готовить для своего мужчины. Ален, что ты? Когда настроение, когда время, настроение, все сходится, что ты можешь приготовить для мужчины? Все что угодно. Все что угодно? Да. Такое бывает? Бывает. Такое возможно. Ален Вячеславович, вам вопрос уже такой серьезный. Довольны ли вообще тем, как ваша спортивная карьера протекала в качестве верка, в качестве тренера? Что-то вообще? Что-то недосказанности может есть? А когда месяц назад? Все-таки у вас хорошая карьера была? В одно время вы были игроком, который провели максимально, больше всех количеств матчей за национальную сборную России. Сейчас уже есть люди, которые вас обошли. Кушнарев сто сыграл, агрессивно сыграл сто. Все-таки что сейчас вспоминается? Благодарен, что я попал в этот вид спорта, который сделан из меня человека. был период, когда я мог уйти. Компании разные были. Очень мог уйти с этого виду спорта. Благодарен, что я сделал порядочно, наверное, человеком. В плане карьерной, да нет, не жалею. Не жалею, что рано меня пригласили играл в Пензе. Потом было приглашение вот здесь, на перепуте стояло, либо во Францию ехать, либо меня пригласили. Принял такое решение. Я думаю, не зря принял, потому что я встретил свою любимую женщину с собственной семьей. Благодарен всем тренерам, которые тренировали меня, что достиг успеха в национальной сборной команде, которая была 15-й, которая была выселена. После того, как Анна сказала, что она свободна, пошли вопросы уже, какие нужны быть качества у мужчины, идеальные мужчины. Есть какие-то люди? Понятное дело, у них надежда появилась, они воспряли дух, и вот такие вопросы пошли. Знаете, наверное, можно перечислять какие-то качества. Хорошо, основные моменты есть, которые могут позволить человеку надеяться на внимание Анны Гаврилюк. Человеческие качества, не внешний вид, я имею ввиду, а именно человеческие качества. Наверное, ум и чувство юра. Если человеку эти два качества совмещать, что очень сложно, за он мне парается. У Алёны Кольцова есть молодой человек? У него ум и чувство юра как? На месте. На месте все? Дорогие друзья, у молодого человека Алёны Кольцова все на месте. Ждем такого же молодого человека для Анны Гаврилюк. Лёшки, ну, подводя итог нашей беседы, что хотите сказать, может, болельщикам пожелать нашим перед Кубком мира, все за вас будут болеть. Знаете, как вас любят болельщики, как они пристально следят вам за каждой игрой, за каждой попыткой, за каждым вашим шагом вне поля. Что хотите этим людям пожелать и, может быть, какие-то есть слава благодарности, что им сказать? Да, хочется всем болельщикам, друзьям, родственникам сказать огромное спасибо за поддержку, за то, что они поддерживают и при поражении, и при наших победах. Надеемся, что наши игры на Кубке мира будут показывать не только по трансляциям, но и по телевизору. Я лично хочу передать всем большой привет и болельщикам, и родственникам, друзьям. И как капитан команды постараюсь настроить девочек всех так, что мы займем самое наивысшее место, какое только сможем. А у тебя какие слова есть? Ну тоже, конечно же, я хочу поблагодарить всех тех, кто за нас болеет. Ту маленькую часть вы держитесь, мы с вами. Рассказывайте всем друзьям, знакомым. Пусть у нас еще будет больше поклонников к регби. Спасибо. Андрей Пчетовович, ну а мне только присоединение словам девочек. Хотел пожелать, чтобы верили в нашу команду. Мы постараемся покрывать свою лучшую любовь на Кубке. Дорогие батюшки, верьте в нашу команду, любите регби, играйте в регби. Не забывайте, что регби – это самая лучшая игра с мячом, это я вам точно говорю. Спасибо, что были с нами, это был первый эфир организованной Федерации регби России и точно абсолютно не последний. До новых встреч, спасибо нашим гостям. Спасибо.